Праздник в советской семье Студень из курицы, мясо по-французски, запеченные яблоки, яблочно-апельсиновый напиток. Студень и холодец – разные блюда. На этом настаивали российские кулинары 18 века. Раньше холодцом называли «фруктовое желе», а студнем – закуску из отварного мяса. Студень веками считался украшением праздничного стола и в Царской, и в Советской России. Процесс варки занимает от 4 до 6 часов, поэтому мы готовили его, конечно же, по праздникам. Использовали для студни чаще субпродукты обязательно добавляли, которые содержали вещества желирующие. Мы сейчас будем использовать желатин. Студень из птицы, его процесс варки несколько меньше. Итак, приступаем. Для студни из мяса птицы возьмите курицу, литр воды, пачку желатина, лук и морковь среднего размера, столовую ложку горчицы и щепотку соли. Берем полстакана холодной воды и заливаем желатин. Оставляем на полчаса. Мясо курицы кладем в кастрюлю с холодной водой и варим на слабом огне, периодически снимая пенку. Как птица закипела. Посолили и варится в течение двух часов, ну и минут за 30-40 до кончания варки мы будем добавлять подпеченные овощи. Подпечем, чтобы бульон получился золотистый, насыщенный. Через 20 минут убираем кастрюлю с огня. Мясо слегка охладим, а бульон процедим. Теперь приступим к приготовлению основы для закуски. Главное соблюсти пропорции. Желатин набух частично, да. Теперь мы должны этот желатин растворить в бульоне. Здесь у нас было 100 граммов жидкости, значит нам необходимо еще 400 граммов жидкости отмерить и приготовить основу для заливания. Выливаем желатин в кастрюлю, добавляем бульон, перемешиваем и прогреваем жидкость, пока не растворятся крупинки. Долго кипятить нет необходимости, иначе желатин теряет все свои желирующие свойства. Берем охлажденную курицу, убираем кожу и отделяем мясо от костей. Мелко нарезаем филе и выкладываем в контейнер. Лавровый лист для приготовления студня нет необходимости использовать, потому что прибывает вкус натурального продукта. Но для любителей специй, вот здесь для аромата вы можете добавить измельченный чеснок. Заливаем измельченную курицу горячим бульоном, соединенным с желатином, и отправляем студень в холодильник на 4 часа. Закуска готова. И с чем ее едят? Как насчет горчицы? Горчица вообще в Советском Союзе была всегда на столах. Рецепт студня из курицы. Залейте курицу холодной водой, доведите до кипения и посолите. Варите на славом огне полтора часа, постоянно снимая пенку. Добавьте в бульон подпеченные лук и морковь. Варите еще 30 минут. Залейте желатин холодной водой и оставьте на полчаса. Процедите бульон и охладите птицу. Отделите кожу, кости и мелко нарежьте мясо. Вылейте желатин в кастрюлю и добавьте процеженный бульон. Прогревайте на слабом огне, пока желатин не растворится. Положите нарезанное мясо в контейнер. Залейте горячим бульоном, смешанным с желатином. Поставьте студень в холодильник на 4 часа. Подавайте с горчицей. Пик популярности этого горячего в СССР пришелся на 80-е. Мясо по-французски. Дефицитный майонез, не дешевый сыр в составе. Это блюдо стоило дорого и было в меню у лучших ресторанов. Готовили, начинали в ресторанах. Потом технология приготовления пошла и в домашних условиях. И также ее готовили на Новый год, на праздник. Но чаще вспоминается Новый год. На две порции мяса по-французски понадобятся полкилограмма картофеля, свинина, немного растительного масла, стакан майонеза, половина средней луковицы, огуречный рассол, сливочное масло, немного твердого сыра и щепотка соли. Нарезаем мясо ломтиками поперек волокон и отбиваем. Можно готовить на листе, можно в обычной сковороде готовить. То есть вариантов приготовления. Ну и чаще готовили его на листе. Это уже при массовом производстве. А в ресторанах, конечно, использовали для подачи индивидуальную посуду. Мясо посыпаем солью с двух сторон. Выкладываем свинину в формы и смазываем мясо небольшим количеством майонеза или сметаны. Можно использовать сметану средней густоты. Затем на мясо мы укладываем лук. Теперь слой картофеля. Нарезаем его кружочками очень тонко, чтобы овощи пропеклись. И выкладываем на лук. Добавим еще майонеза. Картофель не солен, потому что соли достаточно в майонезе и в сыре. Если вы используете майонез, он немножечко густоват, вы можете слегка его разбавить рассолом. Чтобы мясо не подгорело и получилось сочным, подливаем пару столовых ложек бульона или воды. Посыпаем блюдо измельченным на терке сыром и отправляем в духовку, разогретую до 220 градусов на 1 час. На мероприятия в домашних условиях всегда использовали соленые огурцы и помидоры при подаче. Ну и перед самой подачей можно полить растопленным сливочным маслом. Рецепт мяса по-французски. Нарежьте свинину ломтиками поперек волокон. Отбейте и посолите. Выложите в формы, смазанные растительным маслом. Смажьте свинину майонезом или сметаной. Выложите на мясо нашинкованный лук и следом нарезанный картофель. Смажьте картофель майонезом и посыпьте измельченным на мелкой терке сыром. Добавьте в блюдо 2-3 столовые ложки бульона или воды. Разогрейте духовку до 220 градусов. Запекайте мясо 1 час. Запеченные яблоки – десерт старой русской кухни, но именно советские кулинары подали его по-новому. Оказалось, что это блюдо незаменимо для тех, кто даже по праздникам не может позволить себе нарушить диету. Готовили в диетических столовых. Ну и готовили, конечно же, в санаториях, в детских садах. Детям, опять же, можно. Можно это блюдо порекомендовать тем людям, которые страдают аллергией и не могут кушать яблоко свежее. После тепловой обработки яблоко запеченное становится безопасным даже для тех, кто страдает аллергией. Вам понадобятся Несладкие твердые яблоки – 5 штук, 2 столовые ложки изюма, столько же сахара и столовая ложка сахарной пудры. Для оформления курага, грецкие орехи, цукаты и чайная ложка ягодного джема. Берем яблоки и вырезаем сердцевину – ножом или специальным приспособлением. В Советском Союзе этих выемок не часто можно было купить, но люди, которые работали на заводе, умельцы, они готовили для своих домашних. В каждое яблочко засыпаем сахар. Кстати, начинка может быть разной. Можно заменить медом, можно нафаршировать их творогом с добавлением изюма того же. Чтобы яблоки не пригорели, выливаем на противень немного воды и ставим в духовку, разогретую до 220 градусов на 20-25 минут. Готовые яблоки украшаем курагой, орешками, цукатами и обязательно посыпаем сахарной пудрой. Рецепт запеченных яблок. Вырежьте из яблок сердцевину и засыпьте в них сахар. Сверху положите немного изюма. Выложите яблоки на противень. Подлейте немного воды, чтобы фрукты не пригорели. Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте яблоки 20-25 минут. Посыпьте яблоки сахарной пудрой. Украсьте курагой, орешками и цукатами. Очереди стали одной из главных примет времени в стране Советов. Но перед праздниками они становились огромными. Апельсин вообще в принципе очень сложно было купить. Я знаю, что проходила яркая распродажа апельсинов обычно в Новый год. Это был именно новогодний такой фрукт. И вставали в очередь заранее. На руках писали номерочки 3-4 часа. Если кто-то вышел из очереди, его уже не пускали. Из фруктов можно было сварить и напиток. Например, вот такой – яблочно-апельсиновый. Совсем как в ресторане. Главное – достать нужные ингредиенты. Возьмем 1 литр воды, средний апельсин, 2 небольших яблока и полстакана сахара. Разделим апельсин на две половинки и с одной срежем цедру. Стараемся отделить так, чтобы меньше было белой основы. Она придает специфичную горечь. Нарезаем ее тонкой соломкой. Чтобы цедра не горчила, положим ее в чашку с горячей водой на 3-5 минут. А пока выжмем из апельсина сок. В кастрюлю наливаем холодную воду, добавляем сахар и доводим до кипения. И нарезаем яблоки. Кожицу отделять не нужно. У нас основа яблока, и можно добавить черную смородину, черноплодную рябину. Можно облепиху, клюкву, бруснику. Как только вода закипит, добавляем в кастрюлю яблоки и варим 3-4 минуты на медленном огне. Когда цедра настоится, процеживаем жидкость. Воду убираем, она нам не понадобится. А корочку добавляем в напиток и варим еще 5 минут. И затем вновь процеживаем. Напиток мы слегка охлаждаем и добавляем в наш отжатый сок апельсина. Можно его отпускать как теплым, так и охлажденным. Но в случае, когда праздники и торжественные мероприятия, то, конечно, его лучше охладить. Рецепт яблочно-апельсинового напитка. Разделите апельсин на две части. С одной срежьте цедру. Нарежьте цедру соломкой и положите в горячую воду на 3-5 минут. Налейте в кастрюлю литр воды, добавьте сахар и доведите до кипения. Мелко нарежьте яблоки и добавьте в кипящий сироп. Варите 3-4 минуты на слабом огне. Процедите цедру и добавьте ее в напиток. Варите еще 5 минут. Процедите напиток, слегка охладите и добавьте свежевыжатый апельсиновый сок. Мясо по-французски. Его заморское происхождение только легенда. К европейской кухне это блюдо не имеет никакого отношения. Зато стало настоящим кулинарным гитом Советского Союза. Попробуйте и вспомните, что раньше было вкуснее. Субтитры подогнал «Симон»